приветствую всех настоящих ценителей бокса только что посмотрел бой бахадира джалолова против джека мулавай в америке и хочу с вами поделиться впечатлениями а также разберем поединок технически и сделаем из него выводы заодно расскажу вам почему я не делал прогноз на этот бой и вообще последнее время не делаю прогноза на бои бахадира джалолова также если вы просто хотите посмотреть сам бой от начала до конца то такая возможность есть заходите в телеграм в телеграме набираете лаборатория бокса проходите туда в старый канал там внутри еще раз проходите по ссылке подписывайтесь и поединок в высоком качестве вас там уже ждет теперь бахадир джалолов первое это победитель олимпиады в токио 2020 года двухметровый даже выше двух метров левша но что еще гораздо круче того что он победитель олимпиады хотя это само по себе круто но что круче для профессионального бокса это сочетание то что он высоченный и то что у него в отличие от очень многих других олимпийцев у него есть сила в прямых ударах то есть это сочетание когда высокий мужик и когда он вот очень многие они высокие они ручки просто бросают на очки в олимпиаде это классно но в профи этого как бы мало они на дистанции не удерживаются соперника они начинают размениваться там поднимать какими-то крюками разными бить и проигрывают после этого пропускаются удар а бахадир у него именно есть масса в прямых ударах то есть у него прямые удары на культирующий и вот как бы это реально круто можно это все дополнять то что он левша а высокий левша это еще вдвойне страшнее то что сейчас я обратил внимание я на ютубе подписан на канал тулкин киличев насколько я понимаю это очень известный узбекский тренер и я еще там увидел чтоб часто появляется геннадий машьянов российский тренер я так понимаю просто рядом тренируются команда бивола и бахадир джалов там некоторые другие узбекские боксеры в общем в этот раз вот в этом поединке в углу был геннадий машьянов может быть он чему-то свои какие-то тонкости даст хотя бахадир уже и без него у него база есть самое главное высокий и бьющим в прямых ударах есть сила так вот оппонента джек мулавай поединок было восемь раундов что хорошо он был уже на канале шоу-тайм шоу-тайм по моему там new generation называется шоу в общем новое поколение шоу-тайм это очень большой телегигант и они уже потихоньку продвигают бахадир джалового и что получилось вышел этот джек мулавай он кстати из бельгии темнокожий он пониже явно и как мне кажется он уже осыдомлен кто такой джалов что это высоченный мужик который бьющи при этом силы есть большая в ударах в прямых и он соответственно как на пушку на него идет то есть опасается все время не хочет пропустить и он весь практически поединок как мне кажется джек мулавай больше был заострен не на том чтобы свои удары попасть он там боковые больше бил а на том чтобы не пропустить и вот своей головой постоянно двигал то есть бахадир он так вот бит начинает это движение плеч всегда плечи идут и сразу этот голову свою там по-разному как-то нырял уклонялся и он так практически весь бой сумел как бы выжить то есть бахадир он больше все же таки бьет в разрез то есть он именно он и первым номером тоже работает но ему желательно чтобы на него пошли чтобы как-то раскрылись и он в разрез ударит вот и этот джек мулавая он даже когда шел он головой свой там в острый момент и как у бахадира видит движение плеч то есть вот плечи пошли он сразу раз два там свою голову и в общем восьмом раунде все же таки бахадир джалолов его нокаутировал как он это сделать технически довольно интересно почему именно тот удар пропустил это был дальний рукой левой ну прямой боковой кто как называет вроде как как боковой был построен но направлен туда вперед почему именно этот удар пропустил а до этого не пропускал как мне кажется наверное секрет успеха вот именно что вот в этот раз зашел удар то что это был повторный удар то есть обычно как без большинстве раз ну передней 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 двойка там 1 2 1 2 и соответственно этот уже привыкает то есть он как видит движение двойки он прячет там свою голову уклоняется а тут получилось повторный удар то есть получилось 1 и этой же рукой 2 и соответственно когда он видит зауда прошел как зайти такой вот идет ионизатор волна удар опасно луп спрятался дальше можно выныривать потому что ничего не будет а тут получается раз и этой же рукой задней ну дальней рукой 1 и 2 снова то есть повторно да удар дальней рукой поэтому и был нокаут как мне кажется как бы дело в этом такие вот мысли теперь вообще хочу высказаться в целом смотрите почему мало обозреваю поединке бахадир джалолова и не записывал прогноз очень просто вот мы его как разобрали еще года три назад что высокий боксер и есть силы в прямых ударах то есть хорошо высушивается тело и там левша он одарел и так далее а как бы что дальше то есть дальше получается он сильнее принципиально всех своих нынешних соперников именно в профессиональном боксе и получается как бы его все бои одинаковые то есть просто он сильнее и нужно подождать какое-то время когда соперники станут тоже уже сильный более опасные и вот тогда будет интересно когда это будет трудно сказать вот смотрите бахадиру сейчас 27 в июле исполняется 28 то есть наверное через год может быть через год-два то есть вот самое ранее через год скорее даже наверное лет в 30 реально у него будут сильные соперники опасные уже такого чемпионского уровня а пока время у него есть то есть он набивает себе рекорд и сам крепнет супер тяжей это довольно опасно не нужно торопиться в супер тяжелом весе могут пробить всегда есть какой-то риск поэтому то что он сейчас ну его команда в смысле не торопятся уровень оппозиции постепенно 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 растет не слишком быстро для нас зрители это не так здорово но для него для его команды я думаю это в плюс все играть потому что супер тяжелый вес нужно себя беречь то есть никуда торопиться не нужно время еще в запасе есть еще даже нету 30 лет вот такие вот мысли хорошо что на канале шоу тайм уже сейчас то есть это уже не шутки это американское телевидение то есть будут вести будут раскручивать спасибо что посмотрели это видео всем добра до новых встреч в тушу камеру